Кресло-коляски для детей с заболеванием детским церебральным паличом. В нашей линейке существует достаточно большое количество данных кресел. Основные особенности этих кресел в том, что они должны надежно фиксировать ребенка в определенных положениях, не допускать его непроизвольного выпадения с коляски, не допускать скрещивания ног. И, соответственно, мама должна быть полностью уверена, что с ребенком ничего не случится. Поэтому основные функции, которые у этих колясок, это как раз-таки те функции, которые позволяют учитывать все вот эти вот нюансы. Начнем разбор с модели одной из самых простых и самых постребованных на рынке. Это детская коляска FS958. Она предназначена для прогулки как на улице, так и для домашнего использования. Естественно, если мы используем на улице, то, как правило, используется вместе с ней отдельно чехол для того, чтобы предотвратить ситуацию, когда мы попадем в дождь. Данная модель у нас идет в комплекте вместе с откидным столиком. Столик монтируется непосредственно на раму коляски, легко снимается с помощью венковых соединений. И вот таким образом у нас идет демонтаж данного столика. Основные особенности, обратите внимание, это мягкий регулируемый подголовник. То есть он учитывает анатомические особенности шеи и головы ребенка. То есть есть возможность фиксации головы в определенном положении. Он регулируется по высоте с помощью механизма. Причем регулировка осуществляется в нескольких положениях. Подлокотники у данной модели регулируются также по высоте за счет винтовых механизмов. И обратите внимание, подножки у данной коляски откидные, складные. И также обладают специальными опорами, мягкими подголовниками для удобства ребенка. Чтобы ему удобно было сидеть. Обращаем ваше внимание еще раз на безопасность ребенка. Тело ребенка фиксируется ремнями в нескольких положениях. Это так называемые ремни грудной опоры и ремни для ног. То есть ребенок у нас зафиксирован с помощью их тремя ремнями. Обдуктор. Обдуктор необходим, чтобы предотвратить непроизвольное скрещивание ног ребенка. Ну и также, как я говорил, чтобы не допустить выскальзывания ребенка с коляски. Боковые поддержки. Мягкие боковые поддержки также надежно фиксируют туловище ребенка в определенном положении. Еще одни из особенностей этих коляски в том, что данная коляска у нас также может отклоняться на угол 45 градусов. Что делает возможным при преодолевании препятствий. Мы также контролируем положение ребенка. То есть он не выпадет из коляски. И в дальнейшем также эта коляска у нас обладает функцией трансформации. То есть она раскладывается полностью в горизонтальное положение. Задние колеса у нас оснащены антиопрокидывателями. Колеса у нас пневматические. Обладают стояночными тормозами. Все это делает данную модель одной из самых востребованных из недорогих по стоимости колясок. Модель H031. Это базовая легкая коляска для прогулки на улице. Она основные ее отличительные особенности. Данная модель также относится к коляскам для детей с заболеванием детским церебральным подлечом. У нее есть мягкий регулированный подголовник. Который регулируется по высоте на липучке. Есть мягкие ремни, которые фиксируют положение тела и положение ног. В комплекте также идет абдуктор. Как я уже говорил, он предотвращает скрещение ног и произвольно выскользование с коляски. Для защиты от дождя и снега коляска оснащена быстро, легко откидным и съемным козырьком. У данной модели коляски задние колеса обладают стояночными тормозами. И регулировка положения спинки осуществляется с помощью механизма в торце коляски. То есть мы можем регулировать угол наклона спинки до 45 градусов. От 90 до 45 градусов. Рульки в коляске оснащены мягкими прорезиненными накладками. Ножные опоры не съемные, не откидные. Модель очень легкая, очень маневренная. За счет этого одно из недорогих предложений на рынке. Как раз таки для прогулки на улице. Модель FS258LBXGP. Также относится к категории колясок для детей с заболеванием ДЦП. И предназначена для прогулок на улице. Но можно использовать и в домашних условиях. Основные особенности данной модели. У коляски есть ремни-ограничители для тела. Плюс также отдельно тело может фиксироваться с помощью ремней на липуске. Что позволяет более надежно зафиксировать положение ребенка. Капюшон складной, который обеспечивает защиту от непогоды. Мягкий шейный подголовник, который может также с помощью липучки регулироваться по высоте. Ножные опоры у нас откидные. Есть ремень под голень. И ножные опоры также у нас быстро съемные. Регулируется по высоте. Коляска оснащена задними барабанными тормозами. И регулировка спинки. Угла наклона спинки осуществляется тоже с помощью механизма ступенчатой передачи. То есть спинку мы можем откинуть на угол до 45 градусов. Коляска изготовлена из алюминия. Легко складывается. Раскладывается очень компактно. За счет этого получается одно из самых интересных и востребованных приложений на рынке. Для колясок, предназначенных для прогулки на улице. Модель FS258LB XGB. Эта модель характерна тем, что ее кресло может быть использовано как кресло для перевозки ребенка в автомобиле. Давайте более подробно рассмотрим данную модель. У этой модели в комплекте также идет быстросъемный столик. Регулируется по глубине. То есть мы можем его зафиксировать таким образом, чтобы ребенку было максимально удобно им пользоваться. Основные особенности данной модели. Значит, ножны и опоры у нас регулируются по высоте. Откидные, но не съемные. Обращаю ваше внимание на кресло само и материал, с которого он изготовлен. Это пластик. Причем пластик достаточно высокого качества. И поверх у нас надет чехол, который легко снимается, что позволяет нам достаточно быстро, в случае необходимости, почистить либо постирать данный чехол. Также мягкий, регулируемый по высоте подголовник, ремни фиксации для тела, обдуктор. Все это позволяет нам зафиксировать также ребенка в коляске. И предотвратить его произвольное выпадение, либо скрещивание ножек. Хочу обратить внимание, что данная модель также имеет функцию раскладывания в горизонтальное положение. Что облегчает возможность ребенку спать в этой коляске, в более комфортных условиях. Задние тормоза. Колеса антиопрокидыватели. И в комплекте также идет чехол, сумочка, который может быть использован для различных мелочей. Но, повторюсь, самая основная функция этой коляски, это то, что данное сидение может быть использовано для перевозки в автомобиле ребенка. То есть, тем самым, мы можем эту коляску использовать и по этому назначению. Модель H006. Одна из самых интересных и востребованных моделей на рынке. Обращаю ваше внимание, что данная модель выглядит, как обычная коляска внешне. Что крайне важно для родителей, так как они не хотят, чтобы на их ребенка обращали внимание. Основные характеристики данной модели. Данная модель выпускается в двух размерных рядах. То есть, шириной сидения до 28 см и шириной сидения до 32 см. У данной модели подголовник мягкий, который также может регулироваться по высоте за счет ремней и фиксаторов. Он может сниматься, легко стирается. Абдуктор мягкий предотвращает непроизвольное выпадание и скрещивание. Мягкие ремни, фиксирующие положение тела. Причем ремни у нас получается четырехточные. То есть, можно фиксировать и тело, и туловище. Ножная опора регулируется по высоте с помощью винтов. Складная. Передние колеса у нас также регулируются по высоте. Что делает возможным предлевать более глубокие препятствия. Задние колеса оснащены тормозами. Спинка у нас регулируется по... Урегулируется угол наклона у спинки с помощью вита. Причем регулировка осуществляется до положения 45 градусов. Мягкий складной капюшон. Оснащен кармашком для мелочи. Что очень удобно, когда необходимо что-то быстро достать. Соску, либо бутылочку с водичкой. Для муж также предусмотрена сумка в нижней части с сеткой. То есть, можно хранить непосредственно детские вещи, какие-то предметы. Ручка имеет возможность регулировки. То есть, мы можем тем самым регулировать на ней удобное положение, фиксировать удобное положение для мамы. Ручка с насадкой и с прорезиной, не скользящей резины. То есть, тем самым у нас удобно для передвижения коляски. То есть, сиденье у нас с помощью винтов регулируется по глубине. И одна из основных также функций, что делает эту модель очень популярно, это то, что у нас есть возможность данное сиденье полностью снять и развернуть от положения по направлению движения на 180 градусов непосредственно лицом к маме. Что тоже очень важно, когда мама хочет видеть ребенка лицом к себе. Данная модель у нас позволяет осуществить фиксацию ребенка в положении лицом к маме и обратно. Достаточно легко это делается с помощью рычагов и механизмов. Кресло-каталки. Само название говорит о том, что данное изделие могут быть использованы только с помощью сопровождающего человека. Базовая модель H030C. Обратите внимание, у нее изломанный подлокотник, что позволяет максимально близко подкатить данную каталку к столу, тем самым мы делаем более комфортную процедуру приема пищи. Ножные опоры у нас складные, быстросъемные. Каталка оснащена задними тормозами. Также страховочный ремень. Подлокотник у нас быстросъемный, что обеспечивает легкую и быструю посадку и высадку из каталки. Спинка складная, что также обеспечивает компактность при транспортировке данной каталки в автомобиле. Подлокотник выполнен из мягкой ткани. Все это делает данную каталку одной из самых востребованных на рынке. Модель FS904B. Фактически полный навык модели H030C. Основное отличие только в том, что материал, из которого выполнена спинка и сиденье, это кожзам. Плюс подлокотник у нас также дистросъемный. Ножные опоры откидные. Есть упор под голень. Задние стояночные тормоза. Спинка не складная. Модель 2000. Одна из самых простейших кресел каталог. За счет этого она получила в основном славу и используется в лечебных учреждениях и для транспортировки больных в ЛПУ. Основные особенности данной модели. Ножные опоры у нас откидные, быстросъемные, но не регулируются по высоте. Задние колеса оснащены тормозами. Спинка складная. Подлокотник не съемный, не откидной. У модели также предусмотрен страховочный ремень, предотвращающий выпадение пациента из каталочки. Самая простая модель. За счет этого, как я уже сказал, пользуется наибольшей популярностью в больницах и в лечебных учреждениях. Модель FS212. Данная модель отличается расширенным функционалом. Рассмотрим его на примере. У этой модели идет мягкий регулированный по высоте подголовник. Причем регулировка проводится с помощью липучки. Абдуктор, который также легко снимается. Абдуктор, как я уже говорил, предотвращает непроизвольное скрещивание ног у человека и выпадение его из каталочки. Мягкие боковые опоры для тела. Откидной подлокотник для облегчения посадки и высадки. Ступенчатый, что также позволяет подкатывать данную коляску к столу. Ножные опоры у нас регулируются по высоте. Имеют мягкие опоры под голень. Опоры под стопы у нас складные. Коляска также может трансформироваться полностью в горизонтальное положение с помощью рычагов. Причем регулировка ступенчатая. То есть можно фиксировать в любом положении. То есть тем самым обеспечить максимально комфортное положение человека. Фактически можно сказать, что в данной каталке человек может полностью спать. И многие, кстати, используют эту каталочку именно по этому назначению. Все легко регулируется. Поэтому для сопровождения не требуется никаких специальных навыков. Модель FS212BCEG. Кресла-каталки облегченные. Само название говорит о том, что данные модели обладают наименьшим весом. Средний вес таких кресел-каталок 4-4,5 кг. Естественно, это делает их популярными, так как достаточно легко транспортировать в автомобиле. Ну и, соответственно, перевозка или переноска для данных каталок не требует особых усилий. Модель FS904. Данное кресло-каталка выполнено полностью из алюминия. Остальные ее особенности. Ручки, которые легко откидываются для облегчения посадки и высадки. Ремень. Фиксатор, который не позволяет выпасть из данной каталочки. Ножные опоры, складывающиеся. Ремень под голеностоп. Задние центральные тормоза. И передние колеса, которые не регулируются. Очень легко складывается. И тем самым мы можем ее сложить в автомобиль. И довести до места эксплуатации. Новинка. Модель 1100. Данная модель предназначена для эксплуатации как для детей, так и для людей с комплекцией средней и, будем так говорить, худощавых. Что у данной модели из характерных особенностей? Подлокотник откидной, что позволяет облегчить посадку и высадку. Ремень, фиксирующий положение тела. Ножная опора, которая регулируется. Задние тормоза. Пол-карман для перевозки мелочи. И данная модель очень легко складывается путем непосредственно складывания ее в виде трости. Что также позволяет нам ее легко транспортировать, как для переносить, так и в автомобиле. Также легко приводится в рабочее положение. Модель 4000. Данная модель выполнена из алюминия и стали. Основные ее характеристики. Подлокотник откидной для облегчения посадки и высадки. Страховочный ремень. Ножные опоры откидные. Ремень опора под голень. Задние тормоза. Центральные задние тормоза. Плюс механизм складывания спинки. Все это позволяет нам транспортировать данную коляску в достаточно компактном состоянии. Естественно, можно и данную модель сложить и транспортировать как в состоянии, когда мы ее переносим пешком, так и использовать для транспортировки автомобиля. Очень легко складывается. Кресло-коляски и кресло-каталки с санитарным оснащением. Основные особенности то, что в данных изделиях человек может справлять естественные нужды непосредственно сидя в самой коляске или в самой каталке. Рассмотрим основные представленные у нас модели. Модель FS609GC. Данное кресло-коляска обладает следующими характеристиками. Съемный подлокотник, что обеспечивает быструю посадку и высадку из коляски. Ножные опоры имеют мягкие опоры под голень. Складные. Регулируются по высоте. Стояночные тормоза на каждое колесо. И данная модель обладает у нас функцией полностью раскладываться в горизонтальное положение с помощью рычагов. Легко возвращается в исходное положение. Судно находится непосредственно под мягким сиденьем. Доступ к судно осуществляется с помощью подъема сидушки. И мы видим непосредственно санитарное устройство, которое достаточно легко монтируется. И доступ к ведру там же легко осуществляется. После того, как человек справит свои естественные потребности, ставится на место мягкая сидушка и коляска снова готова к эксплуатации. Также есть в наличии мягкий подлокотник, подголовник, прошу прощения, который у нас также может регулироваться по высоте с помощью фиксирующих ремней. Модель FS-682. Один из самых простых вариантов кресла-коляски с санитарным оснащением. Основные особенности. Подлокотник не регулируется, не откидной. Ножны опоры откидные, быстросъемные. Чехол, ремень под голеностол. Задний стояночный тормоз на каждое колесо. И колеса задние цельнолитые. То есть, эта модель предназначена для эксплуатации в основном домашних условиях. Доступ к судну также осуществляется с помощью подъема сидения. И судно легко монтируется и убирается с кресла-коляски. Кресло-каталка с санитарным оснащением H009B. Одна из самых популярных моделей в своем классе. Рассмотрим основные ее характеристики. Подлокотник у нас быстросъемный. Ножные опоры быстросъемные. Опора под ступни регулируется, откидывается. Доступ к судну осуществляется также с помощью поднятия мягкой сидушки. И мы получаем доступ. После того, как использовали по прямому назначению, также закрываем крышкой. Одна из достаточно отличных особенностей данной кресло-каталки, что она может использоваться без судна. Путем накатывания данной кресло-каталки непосредственно на унитаз. Обратите внимание, что нет у нас рамы задней. То есть тем самым мы можем абсолютно спокойно накатить ее на унитаз и использовать по прямому назначению. Плюс данная кресло-каталка обладает функцией складывания за счет этого. Для этого мы можем с вами ее легко. Тем самым ее очень удобно транспортировать в машине, либо непосредственно переносить. Приводится в рабочее положение тоже достаточно просто. И данная кресло-каталка оснащена стояночными тормозами на задние колеса, что будет вращать непроизвольное движение данной кресло-каталки. Продолжение следует...